Рыбалка. Многие, услышав это слово, расплывутся в улыбке и подготовят несколько забавных историй, связанных с этим хобби. На такую тихую охоту в основном выходят мужчины, которые способны просидеть в полной тишине не один и даже не два часа. Их выдержке можно только позавидовать. Вооружившись удочкой и не забыв про соответствующую экипировку, рыбаки выбирают место по двум критериям – удобство и предполагаемый улов. Место у реки Муховец, которое расположено вблизи Брестской крепости, как раз им соответствует. Да, место здесь и правда живописное, красивое. Здесь можно подумать о своем, помечтать, а еще порыбачить. Правда, в случае с последним стоит обратить внимание на смертельную опасность, которая проходит прямо над нашей головой. Мало кто обращает внимание на металлические конструкции и провода, а это воздушные линии электропередач. Кажется, что они высоко и не смогут причинить никакого вреда. Но их опасность, опасность электричества в том, что порой не требуется прямого контакта с токоведущими частями. Риск поражения возникает даже на расстоянии. Статистика несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током людей во время рыбной ловли, неутешительная. За 10 лет пострадали 32 человека. 27 из них погибли. Несмотря на неоднократное предупреждение об опасности нахождения людей вблизи высоковольтных линий электропередачи и других энергоустановок, в Республике Беларусь продолжают происходить несчастные случаи, связанные с поражением электрическим током во время рыбной ловли или отдыха в охранной зоне линий электропередачи. За 10 лет пострадали 32 человека. Из них 27 погибли. Последний такой случай произошел 22 апреля в Мстиславском районе Могилевской области. Учащиеся 11 класса средней школы в очень тяжелом состоянии находятся в реанимации с ожогами 70% тела. Расстояние от земли до проводов линии электропередач составляет порядка 5-8 метров, а длина современной удочки достигает 7 метров. Риск поражения электрическим током возникает при приближении удилища на недопустимое расстояние. Это от 1 до 3 метров в зависимости от напряжения. В настоящее время в распоряжении рыбаков имеется большое разнообразие удилищ. Легкие, изготовленные из современных синтетических токопроводящих материалов, они представляют собой реальную угрозу при ловле рыбы в охранной зоне линии. Если такую удочку поднять вверх, вблизи воздушной линии электропередачи, то этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение. В случае поражения электрическим током происходит из-за пренебрежения правилами безопасной эксплуатации удилищ, приведенных в инструкции к ним. Более того, зачастую на самих удилищах размещены специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу или вблизи воздушных линий электропередачи. Случайность соприкосновения удилища с проводами обернется смертельным ударом тока. Еще раз повторю, что не обязательно требуется прямой контакт с проводом. Риск поражения электрическим током возникает при приближении удилища на незапустимое расстояние к токоведущим частям, которое составляет 1 до 3 метров в зависимости от напряжения. Также помните, что пострадать может не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом. Директор филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Олег Дейко в нашем разговоре настоятельно рекомендовал убедиться в том, что рядом нет линии электропередачи или другого опасного электрооборудования перед тем, как приступить к рыбалке или отдыху у воды. Расскажите об опасности рыбной ловли вблизи энергообъектов и необходимости соблюдения мер электробезопасности в охранных зонах линий электропередач своим друзьям, соседям, родственникам. Информация, которая вы поделите, поможет и убережет кого-то от возможной трагедии. Ведь ни один рыбацкий трофей не стоит жизни и здоровья. Избежать опасных ситуаций несложно. Главное быть предусмотрительным и внимательным к себе и близким. Будьте осторожны. Берегите свою жизнь.